Привет, мои хорошие! С вами Лиса Гоу Гоу. Как же давно я не говорила эту фразу. Я нахожусь на небольшом пляже Кирио-де-Жанейро в Бразилии. Я очень давно не записывала вам никаких советов о путешествиях. Последнее, наверное, толковое видео у меня было в Египте снято очень много лет назад. И я смотрю, вам мой формат довольно хорошо зашел. И какие-то рекомендации даже кому-то пригодились в комментарии, кто-то даже за них благодарил. А в интернете, конечно же, вы много найдете видео более профессиональных, с какими-то примерами, с какими-то нарезками, картинками, видеоотчетами. У меня, конечно, все простенько, без монтажа. Все в моем стиле, не право поболтать больше, да, скорее так, для близких, для друзей. Если кому-то пригодится, буду рада. Потому что некоторые моменты, маленькие моменты, которые я подметила здесь, да, я не слышала о них в некоторых рекомендациях, советах, блогах, которые смотрела сама. Каждый раз, когда я куда-то отправляюсь в путешествие, я очень тщательно готовлюсь, продумываю все до мелочей. Смотрю, анализирую, с какими трудностями могу столкнуться. И как я буду это все решать. Да, также рекомендую вам тоже поступать. Экстрим приключения, конечно, все очень здорово. Но, допустим, здесь, вот в эту поездку в Рио-де-Жанейро, в Бразилию, я готовилась, я готовилась, мы готовились порядка трех месяцев. Мы четко скидывали друг другу какие-то моменты, где в какой-то статье что-то прочитали, где-то в каком-то видео что-то заметили. И, в общем, какие-то моменты, которые довольно популярны. Допустим, про криминал, что в Бразилии в десяточке по миру находится по количеству криминала. Конечно же, я расскажу такие типичные вещи. И плюс мелочи, которые, в принципе, я не слышала ни у кого, но хотела бы знать заранее. Приведу пример. Допустим, не ожидала проблемы в Бразилии, что для меня будет огромной трудностью найти просто капучин. Я человек, который в день пьет чашечку именно капучино с ореховым сиропом. Вот мне нужно все одинаково. Я не люблю экспериментировать, пробовать. Я привыкла к определенным маленьким радостям. И мне нужны именно эти маленькие радости для жизни, для удовольствия. И я не ожидала, что в Бразилии, в стране кофе, да, я столкнусь с такой проблемой, что здесь, я извиняюсь, в каждой кафешке вам под видом капучино будут подавать, знаете, эти самые дешманские три в одно. Они не понимают, что это капучино. То есть надо реально искать какие-то европейского типа кафетерий, где могут приготовить качественно, с пеночкой, на основе черного кофе, горячего молочка, все как надо, да, такое вот просто за две недели на пребывание в этой стране я нашла, может быть, две-три кафешки, где я была действительно довольна чашечкой кофе. В остальном это просто, это три в одном, вот эта адская смесь пудры и сахара, просто, да, вот это просто жесть. Поэтому вот этого я нигде не слышала, просто, ну, я не ожидала. Но бразильский кофе, он популярен на весь мир, да, и просто столкнуться с таким, это ужас какой-то. Приходится выискивать по кафешкам, и потом я уже просто отчаялась и брала там белый кофе. Вот с такой небольшой уютной мелочи я начала свои советы и рекомендации. Теперь к более, наверное, ярким моментам перейдем. Наверное, самая большая проблема, о которой много кто рассказывает, и я тоже упомяну, это когда вы приезжаете в эту страну, здесь трудно купить карточку, чтобы подключить интернет. Из-за повышенного уровня криминала, преступности, здесь все идет через регистрацию паспорта. На сайтах очень трудно разобраться. Все по-португальски, по-английски. С вами сисюкаться никто не будет. Кроме hello, они здесь ничего не знают, язык они не изучают. За две недели, наверное, мы здесь поговорили с двумя людьми, встретили, кто говорит действительно хотя бы немножко по-английски. Это огромнейшая проблема, поэтому без интернета здесь никуда. Вам все время будет нужен переводчик карты. Тут гористая местность, то есть где по карте, как куда повернуть, очень трудно понять. В этих поворотах можно запутаться, поэтому без интернета никуда. То есть первым делом посмотрите в интернете очень много советов, где рассказывают про сайты, куда зайти, где зарегистрироваться, какие паспортные данные внести. Это все сделайте заранее, чтобы вы приехали. И уже в аэропорту, в принципе, как и мы, в аэропорту уже подключились к интернету. Опять же важный момент, на вас нападут торгаши, которые будут предлагать вам якобы задешево какие-то карточки. Не ведитесь на это, идите напрямую к официальному оператору в виде киоска, как во всех странах это принято. И уже в аэропорту, в принципе, вы сможете подключиться. Берите сразу на больший срок, иначе там тут тоже все это плохо работает. То есть вы берете там, допустим, огромное количество гигабайт, а у вас они каким-то странным образом заканчиваются за пару дней, и вам уже пишут, что скоро закончится интернет, и вам опять придется по городу носиться, искать. В общем, этот момент изучите во избежание какого-то стресса. Дальше банальная вещь, но очень важная, это опять же преступность. Все не шутки, что пишут. В каждом блоге рассказывают, что телефон надо привязывать, сумку носить там впереди, в окна руки с телефонами не высовывать, кошелек прятать в задний карман. Все это говорят, и я повторюсь, потому что мы немножко потеряли бдительность, начали немножко расслабляться, например, оставлять сумку, идти купаться. Не делайте так, потому что буквально вчера у нас произошла ситуация, когда мы ехали в такси на заднем сидении, слава богу, наши окна были закрыты, окна водителя были открыты. Здесь жарко, либо с кондиционером все едут, либо с открытыми окнами нараспашку. И просто на одном из перекрестков молниеносно за доли секунды просто черная рука погружается, и хватает телефон водителя, который был на магните, прикрепляет телефон, чтобы видеть карту, куда ехать. В общем, мы испугались больше, чем это было страшно. Это просто местные воришки, они никакой угрозы не представляют, они сами очень сильно боятся, причем он перенервничал, и его массивная рука не пролезла, ему было недостаточно, и он как бы дотронулся до телефона, но схватить его не смог. Мы больше испугались реакции водителя, и как бы, конечно же, перенервничали. Мы все это видим здесь, и рекомендация, опять же, вот у меня на таком шнурке телефон, да, я сейчас снимаю, я на спокойном пляже, городском, не центральном, маленьком пляже, где все безопасно. Но если популярные пляжи, такие массивные, огромные, где много людей по центру города, все это происходит, все вот эти, вся эта преступность, она именно высшие показатели, именно в центр города, старый город, вот все, вот весь этот движ. Я просто немножко здесь, в такой более спокойной местности, я могу себе позволить поставить телефон в сторонку. Но вообще у меня телефон либо на шее, либо привязан к руке. Мы это все видели в видео по рекомендациям, потому что вот так ходить, как зеваки, снимать особенно из машины, а виды здесь потрясающие. Телефон из рук мы просто не выпускаем, мы постоянно все снимаем. Эти граффити, это эти скалы, горы, это Иисус отовсюду с разным видом, ночью он подсвечен как ангел, днем он с каждой точки виден. Это зелень, эти цветы, эти птицы, эти камни, это водичка везде, эти яхты, кафешки, все хочется снимать. Ребята, это потрясающе атмосферно, колоритно и детально. И ты просто ходишь, зеваешь, поэтому у вас должен быть привязан, чтобы преступник видел, что даже если вы высунули на эмоциях руку из машины, у меня, например, на веревке телефон здесь. Он схватит, и он не сможет его дернуть. Если дернет, то вырвет вместе с шеей, они не будут тоже сами в это лезть. Вот такие банальные рекомендации. Следующее, что могу сказать. Мы вроде подготовились ко всему, но такой банальной вещи, как коварное солнышко, я писала в сториз, мы не учли, ребятки. Ну, как два лоха. Просто тетя поцаракет приехала в жаркую страну. В ажиотаже первый день была такая дымка, вот как сейчас, облачка. Вы знаете, да, что когда облака, солнце может быть даже более коварным, чем когда оно открытое жарит. Потому что когда открытое солнце жарит, ты это чувствуешь, и ты задумываешься о том, что надо как-то где-то намазаться какой-то защитой. Я была подготовлена, да, ну, то есть я не полный даун, да. Я купила 50 защиту с SPF, и при этом я вообще, в принципе, никогда практически не использую. И как я делаю обычно в жаркие страны, особенно с непривычки, с нашей Прибалтики серой, я если приезжаю куда-то там, Турция, Египет, первый день я загораю час. И потом смотрю по реакции кожи. Если какие-то покраснения есть, то второй день я намазываюсь больше защитой, и уже могу чуть больше оставаться, да. А тут, понимаете, мы приехали на пляж, все пляжи просто... У тебя дух захватывает от этой красоты, эти волны, океан, тут же заливы и океан открытый есть. Пляжи разные, мы каждый день их меняли. Дух захватывает от этой красоты, ты теряешься, время летит незаметно, закат быстро, хочется все успеть. В 6 часов уже закат, уже темно. Ты приезжаешь, думаешь, ну какой час? Пока что-то зонтик взял, стульчик взял, защиткой помазался, уже час прошел. Пошел один раз, искупнулся, намочился, и эта защита сразу исползла. И вот в первый день я намазалась защитой сразу же, но пошла водичкой что-то ополоснулась, и эта защита вся исползла, и нужно мазаться заново. И мы довольно мощно обгорели, особенно я, я такая белокожая. Вот, и довольно мощно. И потом 3 дня пришлось воздержаться, был у нас только вечерний вайп. Ну, что тоже весело, но, конечно, пляжи это того стоит. Это просто, наверное, при всех опасностях этого города, этой страны, это, наверное, самое яркое мое впечатление от всей этой красоты, от всего-всего интересного, красивого, необычного. Потому что первый раз я уехала так далеко, просто на другой, на другой конец планеты, и никогда не была в Америке. Перелет, конечно, сложнейший. Завтра у нас предстоит уже путь домой, возможно, через Европу с остановками. Мы, как и сюда, летели тоже через Мадрид с остановочкой, да, потому что я тяжело переношу перелеты, и тоже об этом позаботьтесь, потому что мы вот сделали так сюда, с остановкой в Мадриде на ночь в отельчике. Да, плюс к вашей поездке это будет плюс 100 евро. Ну, хорошо, ладно, плюс 150 евро. Но, по крайней мере, для меня комфорт и все-таки какая-то безопасность, она превыше. Эти длинные рейсы, ожидания, пересадки мне лучше разделить. То есть я лучше один денек где-то в Европе проведу, но зато прямой рейс, там, допустим, 10 часов, передышка, отоспались, сходили в душ, привели себя в порядок, освежились, и на следующий день, допустим, второй перелет, да. Я не люблю вот это вот с тремя пересадками, приезжаешь как овощ, 3 дня отходишь, просто молишься, быстрее бы это все закончилось. Это не моя тема, я не настолько люблю приключения, я уже больше такой, у меня старушачий вайб, более бережно к себе отношусь, и вам то же самое рекомендую, да. Не пожалеете. Опять же, тогда у вас впечатление не с одной стороны, а у вас как бы такая немножечко такое путешествие более яркое получается. Сейчас, допустим, у нас один день в Мадриде, две недели Рио-де-Жанейро, и сейчас, возможно, пару дней еще где-то мы задержимся в Европе, посмотрим по билетам, что там как. Вот. Что еще, наверное, из мелочей добавлю. Про солнышко сказал вам, да, что защитой мажьтесь в первый день. Максимум. И вы только в воду сходили, вернулись сразу же. Солнце здесь прожжет вас через эту защиту, не переживайте, загар будет, все в порядке. И вот, потом, что по поводу цен, хорошая, наверное, скажу, цены на такси, это просто сказка. Гоняем, как миллионеры, просто туда-сюда, просто. 3-5 евро, это вообще нормально, гонять по полчаса на такси. Цены низкие. Кушать все дешево. Только, наверное, из-за этого мы выбрали эту страну, рискнули, потому что я как бы, ну, не богачка, скажем так. И я готовлюсь к поездкам, я прям откладываю деньги. Я из тех, кто будет сидеть, гречка с молоком, кто будет ходить пешком, специально жить в центре, чтобы не тратиться, откладывать по соточке каждый месяц там, что-то куда-то, понимаете, могу по полгода так готовиться, там где-то что-то, какие-то схемки мутить, чтобы, ну, готовиться к поездке. Да, я информационная, финансовая, я готовлюсь. У меня не так, да, просто легко все это делается. Но здесь это сказка, потому что действительно, как было в интернете написано, что все дико дешево. Здесь так и есть. Просто все очень дешево. Уже накупила и сувениров, и по кафешкам ходим, и как бы все можно себе позволить. В плане еды, кстати. Еда не бразильская тема. Ну, у них как бы это не очень получается. То есть, если вы хотите гастрономический оргазм получить, то это, пожалуйста, Грузия, это Италия, да, там вот вот это вот, пожалуйста, вы можете себе позволить. Здесь не то место, куда надо приезжать, объедаться. Здесь единственное, что шикарно, это фрукты. Господи! Таких ананасов и манго. Я в жизни не ела. Я вообще не знала, что они могут такими божественными быть, что ты просто делаешь кусочек, и ты глаза закрываешь от удовольствия. Вот здесь объедайтесь фруктами. Фрукты, вот эти фреши и коктейльчики, конечно. Что они творят? Коктейли, это их тема. Их здесь, как такой национальный популярный напиток, это кайперини. Она делается на основе какого-то там ликера, делается это лед, и они фрукт, база, берется лайм, как бы классическая это лайм, и они вот именно, как я люблю, они его вот просто раздербанивают. Это дает такую свежесть на этой жаре. Ой, сказка вообще. Ребята, это кураж какой-то. Ну, то есть, коктейльчики, да, упивайтесь коктейльчиками здесь. Это я рекомендую. Значит, тут такая немножко постепенно к плюсикам перешла, да. В плане шопинга, да, цены тоже классные. Если вы идете в какой-то торговый центр, там будут такие европейские цены. Но в плане сувениров, каких-то маленьких моментиков таких, что-то, какие-то мелочи, сережечки, вот как я люблю маечки, какие-то, маракас вообще притащила, мама заказала у меня маракас. То есть, какие-то такие штуки. Конечно, это все очень дешево. Вы там на 20 евро вы накупите столько, что вы обалдеете. Это, конечно, классно. Поэтому мы выбрали эту страну, потому что там билеты могут быть дорогими, но здесь жить на 200 евро как бы в неделю можно. Я вам честно скажу, можно. Вот. Но лучше, конечно, чтобы было чуть больше. Но это можно, спокойно. Тут всякие закусочные маленькие, миленькие кафешечки. Все это, все это можно протянуть. И такси. Такси это просто. Я просто как миллионерша тут. Такси каждый день туда-сюда-обратно. Что еще, наверное? Погода сказочная. Просто сказочная. И, наверное, немножко скажу про менталитет. В Бразилии не новость будет для вас, да, что здесь нищета, огромный, высокий уровень нищеты. И ходят эти попрышайки. Все это, конечно, понятно. Но я в шоке. Преклоняюсь перед вот этой человеческой силой. Как они умудряются при всей трудности своей жизни, как они умудряются быть такими позитивными. Если ты человека в депрессии, вообще просто не увидишь. Ну, здесь невозможно с такими закатами, с такой погодой оставаться в депрессии. Они улыбаются, общительные, приветливые, радостные. Вот очень умеют радоваться мелочам. Бегать по водичке, прыгают с сальто. Все какие-то худощавые, ну, голодные, да. Ты видишь, что из каких-то бедных районов. Но мальчишки радуются жизни. Взрослые улыбаются, приветливо. Заговоришь с кем-то, с тобой тоже заговорят. Очень общительные. Это вообще другой разговор. Это просто как вот, как бабки у подъезда. Здесь такой менталитет. Они все время болтают. Вот сидит компания, шесть человек. Трое из них, а бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Пацаны и девчонки, все. Просто все болтают, рот не затыкается. Музыка отовсюду играет. И они просто болтливые, просто базарят друг с другом. Это просто бомба. Я вообще в восторге с их именно менталитетом вот этого. Все классно выглядят. Мальчики, девочки, красавчики просто. И спорт. Господи, самая, естественно, спортивная просто нация. Тут я не буду вообще лукавить. Я вообще в шоке. Они не могут просто сидеть. Им обязательно нужно каким-то спортом. Футболом, волейболом заниматься. Бадминтоном. Все, какая-то гимнастика. Мальчишки играют в футбол. Если он бежит за мячом, он не просто бежит за мячом. Он прыгает за мячом, пару раз отжимается, хватает мяч, бежит. У всех потрясающие фигуры. Девчонки, парни. Это, наверное, самые такие... Для них, наверное, часть культуры спорт. Ну, это везде и видно. Во всех сувенирах. Везде этот футбол, футбол, футбол. Они гордятся собой. Они гордятся тем, что у них столько энергии. Все шикарно выглядят. Вот эти... Их эти афрокосички. Вот эти все. Эти прически, эти бразильские кучерявые. Это, конечно, все. Это даже неприлично. Вот хочется брать, вот снимать. Они на таком вайбе сидят. Эта музыка орет. Сидят, травку курят на пляже на своих креслах. На чиле на полном. Запах травки по всему пляжу. Значит, ты идешь, и они просто... Играет какая-то там растафари музыка. Хочется подойти и сказать, ребят, можно я вас поснимаю? Вы так атмосферно сидите. Как будто ты в клипе все время находишься. Здесь настолько круто. Ты просто как будто все время на съемках клипа. И от этих картинок у тебя просто пьянит твою голову. Ты просто теряешь. И можно реально растеряться. Тут и вещи у тебя украдут. И сгоришь на солнце. И все что угодно может произойти. Поэтому бдительность не теряйте. Не опьяняйтесь этим всем. Потому что, ну, ты как на съемках сериала. Я не знаю. Это просто красота какая-то. Наверное, так вот здесь скоренько оббежать, наверное, все. Может быть, в комментариях что-то. Если какие-то вопросики будут, еще спрашиваете. Так в целом, наверное. Ну, может, про волны еще скажу. Вот вчера на пляже были, да. Ну, как бы там волны огромные были. И там для местных нормальная картинка. То, что с вертолета... Мы пришли на пляж. Через 10 минут уже с вертолета вылавливают там каких-то людей. И уже их унесло в воду. То есть с водой, конечно, осторожно. Все-таки плохие стихии. Ну, я думаю, вам это рассказывать не надо. В принципе, там туристы не особо-то в эту воду и лезут. Потому что это очень страшно. То есть я подходила, просто по водичке ходила там. Вот. Я не полезу эти двухметровые волны, которые накрывают с головой. Но местные любят этот экстрим. И они прыгают туда. Их потом уносят. Их спасают. И остальные народ просто ходят по пляжу. Дальше мороженое ест, коктейль пьет. То есть они видят... О, вертолет спасает. Опять кого-то спасает. Да, то есть у них это в порядке вещей. Если я сижу на взводе, у меня все мышцы сжались внутри. Я сижу, думаю, господи, вот бы там все хорошо было. То они такие сидят просто на полном чиле. Мои хорошие, это, наверное, рада с вами поделиться. Это, наверное, самое яркое впечатление. Это просто какое-то... Я до сих пор не верю, где я вообще нахожусь. Потому что я обычно так по Европке, где-то близенько там. В соседние страны. Но тут сложнейший перелет, далекий. Но это того стоило. Ребят, я в экстазе. Рискуйте, пока можете. Если есть возможность, копите. Делайте это. Не живите завтрашним днем. Я знаю, огромное количество людей моего окружения мечтают о чем-то и чего-то ждут. Не ждите. Потом у вас начнутся семьи, дети, бытовуха. Вы уже не поедете в Рио-Дженейро жопами трясти, здесь коктейли пить. Делайте это сейчас. Ловите момент. Копите. Я помню, вот в Барселону у меня была мечта. Я копила полтора года. Я копила полгода, поняла, что денежек пока не хватает. И начала еще через год. Ждала еще год, когда я накоплю ту сумму, которая мне нужна. То есть копите, идите к своим мечтам, целям, когда, если не сейчас. Пожалуйста, не тормозите. Это, наверное, мысли я закончу. Я вас просто благословляю. Не смотрите, что я не могу себе позволить. Я вообще тоже много лет кассиром в Дрогосе отработала. И это мне не мешало путешествовать, как-то копить. Не можете ехать на две недели, едьте на три дня. Не можете ехать на неделю, едьте на четыре дня. То есть пробуйте, живите, не ждите ничего. Жизнь, она с годами, она становится только сложнее. У вас трудностей только больше станет. Здоровье вам, оно с годами только хуже становится. Вам перелеты будут тяжелее даваться. Какие-то экстримы вам будут тяжелее даваться. Едьте сейчас, вот сейчас возьми и начни смотреть билеты. Чекни что-то, посмотри, посчитай, как ты можешь где-то подкопить. И идите вперед приключениям, потому что жизнь быстрее стремительно, она быстро меняется. И говорю, наверное, банальные вещи, но, возможно, для кого-то это... Хоть для одного человека, если это станет каким-то стимулом. Идите к своим мечтам, потому что, блин, какие-то старушачьи вайпы у меня в конце жизни. Вы только эти вещи вспомните, вы никогда не пожалеете. Я здесь через такой уже стресс прошла, эти экстремальные таксисты чуть в аварию не попали. Эти воры эти, да. То есть, постоянный какой-то экстрим, постоянно на каком-то стрессаке. Но я в жизни не пожалею, что я здесь, ребята. Это сказка какая-то. Я на съемках какого-то фильма. Я живу здесь на каждую... Ну, вот каждую минутку я проживаю на весь свой максимум. Потому что Ригу я приеду, опять будет рутина. Да, а здесь это просто какие-то краски. Все так необычно. Я как будто на другой планете. Не сиди, не жди, дерзай. Пусть тебя ничего не останавливает. Иди вперед. Так что, ребяточки, с вами была Лиса Гу-Гу. Простите, что сегодня так долго. Надеюсь, было хоть немножечко полезно. Люблю вас безумно. Обнимаю. Пока-пока-пока. Пока-пока.